Слава Богу! Итак, сегодня мы продолжаем разбирать 10 заповедей воспитания. Этих заповедей нет в Библии, но принадлежат они одному замечательному психологу Шалве Аманашвили. И я думаю, что это вполне библейский дух в этих заповедях. И кто помнит, какой был эпиграф к первой моей проповеди? Вспомните. Да, детей нет, есть люди. Это сказал великий педагог Януш Корчик. И сегодня я хотела бы снова вспомнить вот этот эпиграф в начале. И чтобы мы помнили, что на самом деле дети — это такие же люди, как мы с вами. И первая наша на сегодня заповедь звучит так. Давайте мы ее дадим на экран. Грубость и жестокость недопустимы в обращении с ребенком. Дети становятся жестокими только тогда, когда столкнутся с жестоким обращением. И если вы помните, что мы закончили прошлую мою проповедь на том, что мать должна проявлять к ребенку дух нежности. Потому что дети, конечно, они такие же люди, как мы. Но вот есть у них одно отличие. Они очень незащищенные. Они очень нежные. Вот на них еще не успела сформироваться вот эта защитная оболочка, которую потом жизнь формирует. И дети ранимы до крайности. И это мы должны всегда учитывать, когда мы общаемся с ребенком. Чем он меньше, тем он менее защищен. Тем больше мы должны проявлять бережности и нежности в обращении с ним. Ребенка легко напугать. Вы знаете, вот вы просто накричали на него, может быть. Просто сорвали какую-то злость. Просто у вас настроение плохое. А у ребенка это оставляет травму, может быть, на всю жизнь. Поэтому заботьтесь о том, как вы разговариваете. Как вы вообще, что вы требуете от них. Вот эти семена излишней строгости, суровости, такой требовательности, они дают обильный урожай страха в жизни человека. Все это потом аукается где-то во взрослой жизни. То есть все, что закладывается вот в этом маленьком возрасте, потом пожинается сторицей во взрослом. Вот, например, я до сих пор помню, как меня сильно очень ругали в детстве, если я теряла ключи. И вообще, хоть кто из нашей семьи, если терял ключи, почему-то для моего папы это была страшная трагедия. Он так ругался. Вот просто, ну, как говорится, современным языком, выносил мозг нам всем за эти ключи. И вот до сих пор я, уже взрослый человек, я уверена, что ничего в жизни не может быть страшнее, чем потеря ключей. Я и берегу их, как зеницу ока. Но это какая-то неадекватность, понимаете? Не так уж это и страшно на самом деле. Ну, ладно, мы там кричим на детей, да? Но некоторые еще и бьют детей, избивают за те же самые оценки в школе, за какие-то неудачи. Один молодой человек рассказывал мне, как отец просто избивал его за двойки, ну, вообще за тройки даже, за лень какую-то. То есть учительница была подруга мамы. И вот она встретит ее, расскажет ей так. Все вроде посмеются, ну, о каких-то там его проделках школьных, о каких-то там оценках. Все так вроде поулыбаются, а потом разойдутся и ребенка избивают за это. Просто по-серьезному вообще, вот как мужчина мужчину его бил отец. Я вам хочу порекомендовать одну книгу, если вы еще ее не читали. Это Даниэль Киз «Цветы для Элджернона». Такое сложное название, но на самом деле ее легко везде найти, и в магазине, и в интернете. «Цветы для Элджернона». И там один молодой человек, который умственно неполноценный, он получает возможность осознать, вспомнить и рассказать о своем детстве. И вот, знаете, сам сюжет достаточно фантастический, но переживания, которые описаны там, вот этого ребенка, они совсем не фантастические, они очень реальны. На самом деле вот с такой силой там описаны переживания ребенка, который не соответствует требованиям взрослых. И как он нуждается в этом понимании, в поддержке, в помощи, и, конечно же, их не получает. И такое ощущение, что поддержку, одобрение какое-то, восхищение могут получать только дети такие умные, послушные, правильные, там, красивые. А те, кто в чем-то не дотягивает, те, кто болен, те, кто в чем-то неполноценный, они что, не нуждаются в такой поддержке? Так вот я вам скажу, они получают ее в разы меньше по какому-то странному закону, по жестокосердию человеческому, я думаю. Даже те, кто дети вполне-таки удачные и вполне умные, они даже, бывает, страдают от родительского какого-то гипертребований. Что уж говорить о таких детях, да? Что говорить о детях, у которых родители вот имеют такие методы воспитания, как, например, отец берет и на глазах ребенка убивает его любимую собаку, типа в воспитательных целях. Или когда разгневанный отец за какие-то там плохие оценки врывается в комнату и разбивает телефон, разбивает планшет мальчика, на который он сам вообще накопил деньги. Что это такое? Это, я вам скажу, уроки. Уроки страха и уроки жестокости. Вот такие дети, они будут сами потом жестокие, потому что их так научили. И в Библии говорит, в послании Ефесянам 6.4, это место брала Юля в прошлое собрание. Отцы, не раздражайте детей ваших, да? А я возьму сходное место, очень близкое, в Колоссянам 3.21. Отцы, не раздражайте детей ваших. И еще один аргумент, почему? Дабы они не унывали. Это очень важно. Мы должны их наставлять, вести, учить, но не раздражать. То есть не превышать своих полномочий, не давить на них, не использовать свою силу. Потому что, конечно, мы сильнее их, мы можем заставить их просто силой сделать то, что нам надо. Но это вот и есть превышение наших родительских полномочий. И чтобы ребенок вырос полноценным, не пользуйтесь своей силой, не пользуйтесь своим каким-то преимуществом взрослого человека. Но будьте бережны, берегите их психику, берегите их любовь. Тогда они не будут унывать и будут вас любить. И вторая заповедь, пожалуйста, ее дайте тоже на экран, учи ребенка быть внимательным и наблюдательным. Это поможет ему познавать мир во всей его полноте. Учи видеть позитив везде и всюду, учи видеть прекрасное во всем. И вот что я хочу сказать на эту тему. Одна из самых важных задач, я думаю, когда мы воспитываем ребенка, вот если вы сейчас зададите себе этот вопрос, не просто меня послушайте, а как бы поразмышляйте немножко, то я думаю, у каждого из вас возникнет какой-то свой вариант ответа. Вот какая самая важная задача в воспитании? Вы можете вообще потом об этом подумать. Сформулируйте для себя какую-то цель, что ли, важную задачу. Может быть, не самую конечную, но хотя бы где-то ближе по срокам. Не то, что вырастить прекрасного человека, а вот в самом процессе воспитания. Так вот, я думаю, это мое мнение, что важно очень сформировать живой контакт между взрослым и ребенком. Вот не научить его чему-то, ни какие-то там привить ему культуру, или не привить ему правила поведения, чтобы он был такой воспитанный, чтобы он был вот так безукоризненно себя вел, или он вот молился как-то много, или он много там, вот делал то, что вам надо. Нет, вот мне кажется, самое важное, для чего вот Бог нас поставил быть родителями, это вот этот контакт между нами. И контакты бывают тоже разные. Вот есть контакт, как мы сейчас разобрали до этого, основанный на каком-то насилии, на требовании, не сделать так, как я хочу. И в ход идут и угрозы, и какие-то физические воздействия, и требования бесконечные, и нотации. Ну вот не такой контакт нужен, конечно, вы сами понимаете. Контакт, который основан на взаимопонимании, сочувствии и общих интересах. Я помню, как в детстве, мне тоже дети говорили, знаешь, ты как встречаешь нас из школы? Ну, я думаю, не я одна так поступаю. Вот видишь ребенка, он пришел из школы. Какой первый вопрос вы ему задаете? Ну, как оценки, как там в школе? И уже вот только он еще сказал два слова, а ты уже бежишь дальше по делам своим, тебе уже некогда. И ребенок так провожает тебя взглядом, и так думает, и это все, что ее интересует в моей жизни? Понимаете? И они от этого испытывают искреннюю боль, обиду и разочарование. Нам-то кажется, ну я же спросила, я вошла в контакт с ребенком, правда? Это не тот контакт, который им бы хотелось иметь. И на самом деле, вот это настоящее взаимодействие между поколениями встречается не так уж часто. Обычно поколения разные, ну вот дети, родители, там бабушки, живут как-то параллельно друг с другом. И так тихо друг друга презирают. Вот бывает такое, да? Нет сильного общения, нет какого-то взаимопроникновения, нет общих интересов. Все живут своей жизнью. И друг друга не понимают, и понимать не хотят. Чем дальше, тем лучше. Очень многие семьи так живут на самом деле. Так вот, если вы в такой ситуации, то постарайтесь сломать вот этот лед между вами и детьми. Это сделать не так уж, честно говоря, трудно. Это нужно просто проявить, ну, какое-то вот немножко творчество, творчество, внимание, ну, любовь какую-то проявить. Самые лучшие способы установить этот контакт, это что? Во-первых, ласковое обращение. А во-вторых, совместные дела. На ласку открываются все, правда? Любого возраста люди. Попытайтесь кого-то приласкать. Вам ответят тоже хорошими эмоциями, да, любовью. Вот если, конечно, это не подросток, который уже вот такой вот весь, ну, это тоже надо понять, это пройдет. Но вот чтобы иметь совместные дела, это уже посложнее, да? То есть, если у вас там сын или дочь подросток, это уже не просто в машинке покатать вместе по полу, да, или там, не знаю, на качелях покачаться. Это уже определенная культура, в которой ваши дети обитают. И вы должны быть, как говорит молодежь, в теме, правда? Чтобы, ну, вообще как-то сконтачиться с ними. То есть вы должны, ну, приложить какие-то усилия, чтобы понять, что там происходит в молодежной культуре, какие там есть тенденции, и что конкретно, самое важное, любит именно ваш ребенок. И когда вот вы в это немножко так проникнетесь, да, будете понимать молодежный сленг, будете понимать их слова, будете как-то в курсе их музыки, вот они оценят тогда, они просто откроются для вас, они оценят ваш интерес к их жизни. Еще лучше, если делать дела, которые нравятся всем членам семьи вместе, да? Мы, например, с одной дочкой ходим, любим ходить на концерты, там, на спектакли, с другой на выставки художественные. Вот нам все это нравится. И, знаете, мало того, что это само по себе развивает, не говоря уже о том, что мы в церкви вместе служим очень часто, правда? Все это дает неоценимую возможность побытии вместе. Вот едем мы куда-нибудь туда, обратно, да? Мы же вместе находимся. И вот этот такой момент, когда ребенок открыт, мы что-то вместе новое узнали, мы что-то пережили, мы были на прекрасном собрании, например, нас касался Бог, нас касалось что-то прекрасное. И вот как раз вот этот момент для того, чтобы, ну, во-первых, конечно, сами отношения улучшаются, но еще и мы можем научить чему-то в этот момент ребенка. А как вы хотите его учить? Вот прийти и сказать, сейчас я буду тебя, Вася, учить, да? И начать читать ему лекцию. Да Вася скорее заберет свои манатки и бежать из дома. Он не захочет это слушать. То есть учить надо тоже, понимаете, не с бухты в арахты. Надо сначала построить какие-то взаимоотношения, какой-то вот этот контакт. Вот вспомните школу. У кого вы лучше знали предмет? У любимой учительницы или у нелюбимой? Конечно, когда вам нравился человек, когда вот человек к вам относился хорошо, когда он любил свой предмет, хотел вас им заинтересовать, да вы бежали на эти уроки, и вы обычно больше знали по ним. Точно так же и родители. Не всякий родитель, не все его поучения как бы дойдут до ребенка, понимаете? Для этого надо иметь право какое-то учить. А чем оно зарабатывается? А вот таким вот каждодневным каким-то взаимодействием, вот этим позитивным контактом, который у вас есть, да? И тогда ребенок вас услышит, и он чему-то научится. Мы пока едем куда-то, мы можем обсудить, мы говорим и о Боге, и о жизни, и о какой-то философии искусства, и чему-то учу я ее, чему-то она меня. Ну то есть мы, у нас такое взаимообогащающее общение происходит. Вот ничем этот живой контакт не заменишь. Вот смотрите, как раньше люди взаимодействовали между собой, да с детьми, скажем так. Вот до революции какой был уклад семьи? А уклад был такой, что с детьми находились няни, старенькие такие женщины, или бабушки. И вот у них была куча свободного времени, и они его тратили на детей. Они все это время, больше нечем было делать. Вот чему эти неграмотные, в основном простые очень женщины, учили детей? Вот чему они их вообще могли научить? Ну, математики что ли? Они даже сами читать не умели, и цифр не знали. И вот тем не менее, шло вот такое между ними постоянное общение. А они рассказывали, вот бабушки, да, и няни, рассказывали о своем жизненном опыте. Вот как было, когда они были молодые. Еще они знали сказки, песни, всякие истории, притчи. Они это тоже все рассказывали. Дети слушали, открывшую рот. Не было телевизоров, не было там видео, ничего не было этого. Они рассказывали также о долгих путешествиях по каким-нибудь святым местам. И все это вот так, так живой человеческий опыт передавался из поколения в поколение. И вот эти вот такие бабули, да, они вот формировали потом и поэтов великих, и ученых, и пробуждали их интерес к путешествиям, к географиям, к литературе. Вот таким образом, когда мы росли, наше советское детство, у нас уже не было нянь. У нас были вечно занятые работающие родители, все время уставшие. И у нас были бабушки, не поймешь где, и у нас были ключи на шее, и обед в холодильнике. Правильно? Мы вот уже не были в этой роскоши человеческого контакта со взрослыми. Но мы больше общались со сверстниками, правда? Бегали во дворе, играли с одноклассниками во дворе и со своими братьями и сестрами. У нас было вот со сверстниками такое общение. Сейчас человеческого контакта встает еще меньше, правда? Дети в основном общаются с компьютером или через компьютер. Правильно? И это уже наша нормальная часть жизни. Некоторые говорят родителям, ой, это так ужасно, это вообще надо как можно меньше и вообще запретить лучше. Интернет, это очень плохо, это, в общем, у них паранойя на эту тему. Ну, конечно, разумный контроль какой-то нужен, но без этого теперь уже невозможно представить жизнь современного молодого человека. То есть это просто есть. И надо просто понять, как мы должны к этому относиться. Это само по себе не зло. Вот говорят некоторые родители. Мы были на родительском собрании и нас учили, что нужно прям проверять все социальные контакты вот через социальные сети у ребенка прямо заходить туда тайно и все читать. Или, например, даже создать какую-то фейковую страницу, ну, то есть фальшивое, под фальшивым именем зарегистрироваться и постучаться в друзья к своему ребенку и переписываться с ним ну, как бы вот так, тайно. И тогда вы узнаете много нового о ваших детях, говорят такие учителя. Я не думаю, что это на самом деле хороший метод. Может быть, есть какие-то крайние случаи, но в основном, да, я все-таки за то, чтобы доверять своему ребенку. Вот мне бы лично было неприятно, если бы мою переписку читали, ну, вот так, тайно. Хотя там нечего скрывать, ну, мне было бы просто неприятно, что кто-то вот влезает как бы в мою личную жизнь, правильно? А Библия говорит, чего ты сам себе не хочешь, того не делай и другому. То есть как бы, ну, не подводи так своего ребенка, не лезь, пожалуйста, в его личную-то жизнь. Вот. И некоторые еще тем аргументируют, что дети набираются в интернете вот какой-то жестокости, агрессии. Так вот, ученые специально проводили прямо исследования на эту тему. И они сделали вывод, что не интернет здесь виноват, а виновата вот это самое отсутствие контакта со значимым взрослым. вот именно оно делает ребенка и жестоким, и агрессивным. То есть либо он видит такое в своей семье, пример, либо он связывается уже с кем-то другим и там видит какой-то пример. Понимаете, агрессия — это что? Это вообще крайняя форма неуверенности в себе. Вот только дети, у которых нет какой-то основы в виде родительской любви или тех, кто их воспитывает, вот они больше всего агрессивны. И вы знаете, дети, они все равно будут тянуться к живому контакту. Вот они найдут, несмотря на то, что у них есть этот компьютер, у них там может есть интересные игры, им все равно нужен живой человеческий контакт. Они либо найдут себе плохую компанию, либо через те же соцсети свяжутся со взрослыми, которые их будут использовать. Это как бы опасно? Это опасно. Но выход-то отсюда какой? Не запрещать все это. Это не выход. То есть все равно нужно уже как-то интегрироваться в современную эту жизнь и владеть этим всем. То есть нужно объяснить ребенку, куда можно лезть, куда нельзя, какие-то элементарные правила, безопасности, этические какие-то нормы. И все, и пустить его в его собственное плавание. Но при этом, да, вот этот вот живой человеческий контакт, пусть он будет с вами. С вами, с вашим ребенком. У вас с вашим ребенком. Потратьте какой-то ресурс. Это может быть и время, и деньги. Это могут быть совместные путешествия. Ну, масса всего. Потратьте свое душевное тепло. И тогда дети ваши, они будут с вами, понимаете? Несмотря на то, что он будет нормально, социально как бы встроен в общество, но он будет с вами. Если же вы будете этим пренебрегать, ваши дети достанутся кому-то другому. А это очень печально. И дети, у которых дома все хорошо, они вообще гораздо разборчивее во внешних контактах. Они не будут уже со всеми попало связываться. Значит, они более защищенные. И вы знаете, в книге пророка Малахии есть такие знаменитейшие слова в 4 глава 6 стих. И он, то есть Господь, обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. То есть вот эта проблема, когда сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам. Это и есть вот этот вот самый живой контакт. Вот эта проблема стояла и тогда уже достаточно остро. И мы, конечно, должны уповать на Бога, чтобы вот Он помог нам, дал мудрости, как мы можем во всех вот этих перипетиях воспитания, воспитательного процесса не утерять вот этот живой контакт. Я считаю, это одно из самых важных моментов и защиты наших детей, и их развития, и вообще их роста как личности, и их роста в духе. Третья заповедь, посмотрите, ребенку, возьмите я третью заповедь, ребенку нельзя лгать, грубить и насмехаться над ним. Вот бывает такое, что взрослые врут детям? Да? Бывает. И, ну, если подумать, мы все когда-то это, может быть, делали. Вот. Конечно, если вы думаете, что вы так все хорошо замазали, и все шито-крыто, и ничего никто не узнает, это, конечно, обольщение. Потому что настолько тесная вот эта территория семьи, настолько близкие отношения, что все-все равно вылезет наружу. Там ври-не ври, а все равно ты где-то раскроешься. И тогда твой авторитет в глазах детей пошатнется. Понимаете? Дети простят нам ошибки, если мы особенно их признали. Они с пониманием отнесутся к нашим слабостям, но они не прощают обычно ложь. Потому что дети, они рождаются с обостренным чувством справедливости. И их просто оскорбляет вот этот взрослый, который вроде для него должен быть авторитетом. Можно сказать, образ Бога в себе несет. Он ему там доверял, он его вот так идеализирует, и вдруг вот он прямо на каком-то вранье попался. Это очень так обидно всегда. Вот так терять свой авторитет бездарно. Поэтому старайтесь этого не делать. А когда ребенок, например, врет взрослому, тоже проблема, правда? Тоже посмотрите в корень. Мы всегда смотрим на симптомы. Мы вообще любители снимать симптомы. У нас, например, голова заболела, пошли в аптеку, выпили таблетку. Все, ура, голова не болит. А почему она у тебя болела? Почему зуб болел? У тебя же есть какая-то причина, которую ты должен выяснить, ее вылечить. Так вот, то же самое мы должны делать, когда речь идет о детях. Почему ребенок врет? Опять мне видится тут две причины. Либо он учится у вас, на вашем примере, либо он боится вас. Тоже одна из самых таких распространенных причин, почему дети врут. Ведь в настоящем контакте нет страха. Любовь-то она что делает? Изгоняет страх. Если есть страх, значит подумайте, опять что-то, ну как бы вы что-то не то делаете. Например, я уже говорила, что когда наши девочки были старшие, еще маленькими, то я была очень строгой мамой, такой требовала, чтобы все правила неукоснительно вообще соблюдались. И, естественно, они не хотели их соблюдать. Ну и бывало, меня так вот обманывали. Например, Кристина уходила, когда в школу, ей строго-настрого было сказано, чтобы она ходила в шапке. А она не хотела ходить в шапке, она запихивала ее в почтовый ящик в подъезде и уходила так. То есть в итоге, понимаете, ну потом когда-то, конечно, это вскрылось. В итоге, понимаете, она все равно ходила без шапки. Какой был смысл еще обманывать? Потому что мама не могла это пережить. Это было совершенно невозможно. Нет, чтобы подумать, может, другую шапку купить, может, ребенку что-то не нравится. Нет, но у нас было так, правила превыше всего. А Ирина тоже, она как-то собиралась в школу утром, ей очень не захотелось идти в школу, очень. И когда настало время, она вышла в дверь, но только не в входную, а в балконную. И она простояла на балконе весь день, вот этот школьный. Просто дышала воздухом, потому что и домой зайти боялась, и в школу ей очень не хотелось. И когда настало время, она, значит, просто вернулась домой, типа как из школы. На самом деле, бедный ребенок простоял на балконе все это время. До того, понимаете, было настолько все очень строго у нас. Но когда вот Алиса достигла подросткового возраста, я уже научилась более адекватно воспринимать все эти детские проделки. И вот она на самом деле, я думаю, мне не врет. Я думаю, что у нас с ней хорошие доверительные отношения, понимаете? И мне нет нужды лезть в ее соцсети и что-то там такое внюхивать и высматривать, потому что она мне все рассказывает. И плохие вещи, и хорошие. И когда ваш ребенок приходит вам и рассказывает что-то такое, что вы просто в ужасе, вы не можете это нормально слышать, это вообще кошмар, это не укладывается ни в какие рамки, и не лезет ни в какие ворота. Подождите со своей бурной реакцией. Не надо хвататься за сердце, орать, хвататься за ремень и делать еще что-то такое. Не пугайте ребенка, не надо над ним как-то насмехаться, унижать его, понимаете? Вот ребенок, который столкнется с такой реакцией, он в следующий раз не пойдет вам рассказывать. Ничего. Мы сами чаще всего вот этот контакт-то прерываем, мы его просто, ребенка, отталкиваем вот таким вот отношением, какой-то нашей бурной реакцией. Понятно, что мы волнуемся за них, да? Понятно, отчего это у нас. Но они-то этого не понимают. Они смотрят, ну, человек вышел из себя, а что я такого сделал? Они ко всему относятся гораздо проще. Вот действовать родителям нужно, действовать нужно, когда есть реальная опасность. А когда ее нет, то можно все оставить как есть. И все само пройдет по мере их взросления. Вот к какому я пришла выводу за свою материнскую карьеру? Создавайте в семье территорию доверия. Знаете, в мире так мало доверия. На самом деле, его просто страшный дефицит. Люди не верят друг другу. Они вообще не знают уже, что такое честное слово. Но хотя бы в семье, да, мы должны иметь такую территорию. Иначе это совсем уже грустно. И, Леша, я попрошу тебя показать мне, да, снова конец там за пять минут, что я не знаю время. Так, и давайте перейдем к четвертому, очень важному пункту. Любовь и забота родителей должны стимулировать развитие способностей и духа ребенка, а не подавлять его. Сейчас сосредоточьтесь немножко, сейчас очень важное будет место. Вот как вы знаете, подавляете вы своего ребенка или нет? Если вы впрямую спросите об этом свое чадо, то вряд ли получите какой-то вразумительный ответ. Потому что ребенок, даже если он уже там 14-15 лет, он не может часто сформулировать вот свои какие-то чувства или как вот он это все видит. Он даже часто не осознает этого. Да как узнать тогда? Есть, конечно, какие-то психологические тесты, которые там проходят дети в школе, но тоже никогда особо ничего вразумительного мы из них не узнавали, честно говоря. Так вот, одна психолог Юлия Гиппенрейтер предложила такую остроумную систему диагностики детских проблем, скрытых проблем. И знаете, что нужно сделать? Нужно посмотреть на свои чувства. Нужно внимательно присмотреться, что вы чувствуете по отношению к вашему ребенку. А если у вас ребенок подросток, вы точно будете что-то чувствовать по отношению к нему. Он просто не бывает так, чтобы вас ни разу не вывели, ни разу никак-то не задели, ни разу не возмутили. Это будет происходить. И вот здесь надо просто очень внимательно присмотреться и прислушаться к себе и посмотрите, что мы получаем. Если у родителей вот такое превалирующее чувство раздражения на ребенка, прямо можете себе это записать, или найти в ее книгах Юлия Гиппенрейтер, если раздражение, значит, ребенок борется за внимание. Вот он дергает тебя, дергает, ты постоянно раздражаешься. Значит, не хватает вот этого живого контакта, о котором я говорила вначале. Если он чувствует родитель гнев, значит, противостояние воли родителей у ребенка. Это говорит о чем? О том, что вы слишком пережимаете со своим контролем. То есть вы настолько уже вот его как бы подавили, настолько над ним уже нависаете, что ребенок борется за свою свободу. И это вызывает у вас гнев. Если родитель чувствует обиду, значит, ребенок хочет отомстить вам за что-то. И это тоже не редкость, потому что у детей часто есть за что мстить. Например, развод, или еще какие-то травмирующие вещи, или вы его, ну вот, бьете, или, ну вот какие-то вещи, не буду я все перечислять. Ребенок хочет отомстить. Если, самое последнее, безнадежность и отчаяние родитель переживает, то ребенок переживает чувство собственного неблагополучия. Это самый тяжелый случай. Он потерял веру в собственные силы, потерял веру в себя. И вы знаете, вот когда ребенок плохо себя ведет, какая наша реакция? Самая такая, ну, естественная. Самая такая, импульсивная. Какая? Ну, мы в лучшем случае ему нотации прочитаем, что так нельзя. А в худшем накажем его. Ну, это правда же, естественно. Ребенок себя плохо ведет. Вот мы его наказали. Вот он плохо себя ведет. Мы его опять наказали. Он еще хуже себя ведет. Мы его еще больше наказали. Правильно? Есть такая как бы зависимость? Есть? Есть. Так вот, нам надо понять одну вещь. Никогда, никогда, когда вы имеете дело с подростками, не упускать ее из виду. Это одно из самых важных, что мы должны понять. Нарушение ребенка, нарушение поведения ребенка, особенно серьезное нарушение, это всегда сигнал о помощи. Это не говорит о том, что вы должны удвоить свои наказания, удвоить свои усилия в его, так сказать, исправлениях. Это говорит о том, что вы должны удвоить свои усилия, чтобы его любить. Вот это очень важно. Именно такие дети, их называют трудные дети, они-то и не получают любви. Их-то и любить не особо хочется. Но вот парадокс в том, что они именно в этом больше всего и нуждаются. И какую мы можем помощь самую первую предложить? Первое, в первом случае, когда мы чувствуем больше всего раздражение, проявить вот это положительное внимание, чтобы насытить вот этот голод какой-то, который есть у ребенка, по вам. Он хочет с вами общаться, он хочет с родителями общаться, родителям некогда, или они эмоционально закрыты. Насытьте этот голод. Во втором случае, нужно уменьшить свой контроль. И это тоже вполне реально. Хотя таким хорошим, контролирующим родителям им не хочется это делать. Но это нужно сделать. И в третьем случае, когда вы чувствуете обиду, нужно понять, какая боль у ребенка. И тоже постараться как-то в этом ему посочувствовать. И четвертое, когда он потерял веру в себя, то надо понять, он находится в тупике. Нужно обязательно помочь ему оттуда выйти. Знаете как? Нужно перестать требовать от него вот правильного поведения. Звучит как-то странно, правда? Ну как это, перестать требовать правильного поведения? Ань, разве не на это и нужны родители, чтобы требовать правильного поведения? Вот иногда надо понизить свои ожидания. У нас у всех есть ожидания к детям. Вот рождается маленькая лялечка, правда? И мы вот умиляемся. Какой хорошенький. И вот прямо видно, ну вот как родители хотят, чтобы это был такой хороший ребенок, лучше всех. Он всегда себя правильно вел и хорошо учился. Вот может быть такое, сами подумайте, чтобы идеальный был у вас ребенок. Вы сами-то что ли идеальные? То есть, ну, в кого он такой будет, скажите? Нет такого, у него даже примера перед глазами. И вот эти ожидания, чем меньше их будет, тем лучше, честное слово. Сколько изучили всяких примеров и великих людей, и невеликих, и везде, где родители были слишком требовательны, это плохо на ребенке сказывалось. Так вот, если ребенок ваш попал в тупик и в себя не верит, ну, поверьте вы в него. Ну, понизьте свои ожидания. Пусть он не будет там такой весь идеальный, но он будет просто хороший человек, счастливый и уверенный в себе. Разве это мало? И есть еще также ожидания у родителей, связанные со школой. Да? Вот давайте о школе поговорим. О школе. Это всегда такой напряжный момент. Это момент такого напряга. Если что и подавляет ребенка, то это школа. Я не скажу, что в учителях дело. Учителя, они могут быть и плохие, и хорошие, разные они бывают. Но сама система, она настолько вот, настолько огромная и вот как-то неуклюжа, что она всегда подавляет ребенка. И мое личное мнение, то, что от школы нужно ребенка прямо защищать. Мы очень сильно зациклены на каких-то внешних, знаете, оценочных таких учебных моментах. Мы хотим, чтобы у нашего ребенка были хорошие оценки. Но это не самое важное. Это вообще не показатель. Не показатель знаний, не показатель его успеваемости, не показатель его вообще какой-то социальной встроенности. Понимаете? Знаний слишком много дают, лишних, это мы все знаем. Потом дети с разным складом ума не могут по всей программе успевать. И кому-то вообще это не надо. На самом деле они хотят, вот может машины чинить там всю жизнь. Ну это же хорошо. И оставьте вы в покое эти оценки. Пусть они будут, какие будут. Вот я думаю, что во младших классах нужно уделять внимание школе, родителям именно. Вот сидеть там с ребенком, помогать, выяснить в чем проблемы. Может какая-то профессиональная помощь нужна. Какие-то логопеды, врачи там, психологи. Пожалуйста, сделайте все это. Помогите ему ну как-то адаптироваться в этой системе. Последите, как он со сверстниками, как он с учителями. Но дальше нужно постепенно перекладывать эту ответственность на него самого, на его хрупкие детские плечи или на ее. Звучит, конечно, ужасно. И мамам таким волнительным очень больно об этом слышать, но на самом деле это помогает ребенку взрослеть. Это помогает ребенку учиться принимать свои собственные решения. Понимаете? Вот мы тоже, конечно, не избежали школьных проблем в своей жизни. У нас дети где-то старшие, где-то в средних классах заявили, что школа им не нужна. Что все, вот все там, что там учат, это не нужно, они нам сказали. Мы, конечно, не согласились с этим. И сказали, чтобы они продолжали учиться. Что делать-то? Какой выход-то вообще? Будешь сидеть, пока не выпустят в таком месте. И дети, на самом деле, наши стали очень как-то пренебрежительно относиться к этому всему. Они прогуливали. Например, одна весь год проходила без учебников. Вообще без учебников. Потому что она потеряла все предыдущие, ей не выдали новые. И никто об этом не узнал из нас, из родителей. Она весь год просто была без учебников. А вторая, например, она проходила в школу с белым, девственно чистым дневником. Ни одной записи за целый год. И мы тоже как-то не заметили, честно говоря. и потом уже нас начали вызывать в школу, говорить, ну что ж такое, такие хорошие девочки, хорошо учились, что с ними случилось? Ну что, руками так развели, плечами пожали, все. А сами дома им, конечно, сказали, что девочки, понимаете, вы, конечно, можете вот так вот относиться к школе, но вы понимаете, что есть последствия. Вот вы подрастете, у вас будут старшие классы, там будет ЕГЭ, и вы будете это все сдавать, получите оценки, которые прямо непосредственно повлияют на то, поступите вы в институт или нет. И если вы не поступите, это не будет проблемой, пожалуйста, вы можете не поступать никуда, но вы пойдете работать, потому что мы не собираемся с вами, ну, вас обеспечивать после 18 лет. Это мы увидели, когда учились на Западе, когда жили там, мы увидели, что там детей вообще в 18 лет отселяют. Мы своих детей не отселяем, но мы даем им понять, что они уже несут ответственность за свою жизнь сами, они уже сами должны либо учиться, либо работать, иначе на нашу помощь не рассчитывать. Они все выслушали, да-да-да-да-да, и на самом деле им пришлось столкнуться реально с последствиями своего разгильдяйства, то есть в старших классах они просто наверстывали это все удвоенными, утроенными усилиями, и в итоге все у них получилось, они поступили куда хотели, и все кончилось хорошо, понимаете, но мы по этому поводу не бегали с выпученными глазами, мы спокойно к этому всему отнеслись. И с Алисой тоже было интересно, она в шестом классе начала по той же программе какой-то внутренней, да, начала прогуливать и сказала, все, в школу я больше ходить не хочу. И мы просто перевели ее в другую школу, та, которая вот в музыкальную там школу при консерватории, и она так ей это понравилось, она увидела там близких по духу людей, влюбилась в эту школу, и теперь между нами происходят такие диалоги. Алиса, не ходи в школу, отдохни сегодня. Что ты, мама, у меня два сольфеджио сегодня. И вот так вот мы как бы с ней спорим теперь. Значит, я ее уговариваю не ходить в школу, хотя бы иногда. А она говорит, что нет, ей нужно обязательно идти в школу. Вот это, я считаю, нормальное положение дел. То есть будьте, относитесь к этому спокойнее, понимаете? Что должна школа прежде всего воспитать? Да отношение к труду она должна воспитать. Понимаете? У здоровой личности есть четыре главных отношения к себе, к тебе, к личности, к другой, к людям вообще и к труду. Вот четыре главных отношения. Вот осмотритесь вокруг, когда в нашей взрослой жизни вы видите, много людей любит трудиться? вот кого вы знаете на ваших работах там. Мне кажется, немного. Это просто потрясающе, какой процент не хочет работать и вообще не любит труд. Почему? Потому что в школе заставляют все делать из-под палки. Вы понимаете? И если родители еще присоединяются с этой своей муштрой домашней по этому же поводу, все, ненависть к труду обеспечена. Так, по-моему, большинство людей у нас и выросло. Так вот, не забывайте одну вещь. Научиться можно только тому, чему ты хочешь научиться. Если вы, например, хотите, чтобы ваш ребенок играл там на пианино или на скрипке, вы его загоняете в эту музыкальную школу силком. Знаете, кого вы растите? Безвольного взрослого. Ну как же, как же, если я не буду ребенка как-то подгонять, как-то вот ему искать какие-то занять. Он сам ничего не хочет, говорят родители. Он сам вообще тогда не будет ничего делать. А вырастить оболтусом ничего в жизни не добьется. Это миф. Потому что уже много-много раз замечено, чем выше активность родителей, тем ниже активность ребенка вот в этих всех обучабельных делах. То есть родители, они могут, конечно, развить дикую активность, но ребенок будет очень пассивным при этом. И хочу вам рассказать об одной интересной, об одном интересном опыте, который сделали в Англии. Один там великий педагог Александр Нил уже давно, полвека где-то назад, он уже сам умер, основал сейчас, а школа продолжается, основал одну школу, которая называется Саммер Хилл, до сих пор она есть в Англии. Так вот, в этой школе совершенно беспрецедентный опыт провели. Взяли детей, трудных именно детей, которые вообще уже не хотели вот совершенно не учиться, ничего, и родители с ними справиться не могли. Их поместили в эту школу. И знаете, что сделали прежде всего? Сказали им, дети, вы свободны, хотите, ходите в школу, хотите, не ходите, хотите, на уроки, ходите, хотите, не ходите, хотите, на эти уроки, ходите на эти, не хотите на эти, не ходите. То есть им дали полную свободу выбора. Также они могли не умываться, не мыться, не прибираться в комнатах, не быть почтительными со взрослыми. Вот им дали такую, а дети были все как один, вообще не сахар. Вот, такое ощущение, что должно было там вообще все рухнуть, развалиться, да, и оттуда выйти какие-то дно общества. На самом деле они столкнулись с тем, что дети вот по побегов, побегов и так вот ошалев от свободы, они поняли, что вообще интересно ведь на уроки-то сходить. И они стали на самом деле по собственной воле учиться. Кто-то учился одному, кто-то другому, кто-то там выстругивал что-то из дерева, кто-то катался на велосипеде. Ну, то есть каждый делал, что хотел. В итоге дети эти нашли себя, все как один, понимаете? Они перестали воровать, курить, перестали, какие-то деструктивные поведения у них прошло, потому что этот бунт против мира взрослых, его больше не нужно было, понимаете? Он кончился, и началась нормальная свободная жизнь. Все они стали потом очень такими хорошими членами общества. Эта школа существует по сей день. Так вот, мы, конечно, не можем в полной мере осуществить этот опыт, но что-то ведь можем взять на вооружение. То есть ребенку нужно давать какую-то свободу, и чем он взрослей, тем свободы должно быть больше. Невозможно совсем без запретов, невозможно без ограничений, но пусть эти запреты растут, то есть наоборот уменьшаются вместе с ростом ребенка. И вы знаете, такой болезненный вопрос из этого вытекает. А будут ли наши дети принимать решения, если вот мы дадим им свободу выбора, которые нам не нравятся? Будут. И что, вот с этим так смириться? Давайте вспомним одну притчу известную, и мы не будем читать за недостатком временем, из Луки 15 главы. Только мы ее недавно на Пасхе видели в театральном воплощении. Это притча об отце и его сыне. И вы знаете, делается обычно акцент в этой притче на том, когда отец принял сына, простил его. А вот для меня самое главное удивительный момент, это когда он отпустил его. Ведь это же было совсем ему не безболезненно, понимаете? То есть, во-первых, отец пережил позор, потому что на Востоке вот там культ уважения к старшим. И вот так вот сказать своему отцу ты для меня уже мертв, давай деньги, я пошел. Это страшное оскорбление. И отец понимал, что соседи будут на него вот пальцем показывать и обсуждать все это. Он понес материальный ущерб, и он имел риск вообще никогда не увидеть своего сына. Скажите, мог сын погибнуть на самом деле во всех этих делах? Конечно, мог, правда? Бог его только спас. Вот, потому что такие вот зеленые неоперившиеся птенцы, да, да еще с деньгами, это легкая добыча, сами знаете кого. Поэтому отец рисковал всем. И тем не менее, он что сделал? Отпустил. Дети наши по неопытности, по вот такой вот какой-то вредности и упрямству, они будут принимать глупые решения. Они будут делать нам больно своими выборами странными иногда. Но мы не можем лишить их этого опыта. Дорогие взрослые, мы набившие себе шишки, мы понимающие что-то в этой жизни, мы не можем лишить их этого опыта, потому что без этого не состоится никакая личность. И что в итоге получил отец, когда он увидел своего сына вновь? А он получил осознанного, любящего, благодарного сына. Если бы он не отпустил его, было бы все не так. Вот эта школа жизни, она сделала свою воспитательную работу. Это лучше всего всегда получается у жизни. Жизнь сама их воспитает, а мы только можем отпустить, а потом принять снова в свои объятия. Независимо от того, сколько они нам причинили всякого ущерба, и сколько они нам нервов вымотали, все равно мы своего ребенка должны принять. самое страшное, когда ребенок не приходит больше в наш дом. И это, знаете, тоже совершенно не редкость. То есть дети, которые пережили жестокость в доме, какие-то травмирующие моменты, они уходят, и они не возвращаются. Они говорят, больше я вас, дорогие родители, видеть не хочу и знать не хочу. Вот это самая трагедия. А когда ребенок пришел, откройте ему свои объятия, независимо от того, в каких все это обстоятельствах происходит. И пятая последняя заповедь, конечно же, для нас христиан самая значимая, самая дорогая нашему сердцу. Посмотрите, воспитание ребенка только тогда будет эффективным и полным, когда будет основываться на возвышении духовного и нравственного. Уделяй внимание духовному, воспитывая ребенка. И если вы помните, в первой проповеди моей я говорила о воспитании как о питании некой оси, в ось питания. То есть та центральная ось, которая есть в человеке, стержень, вот этот образ Божий и его призвание, так вот, наше руководство, наше наставничество мудрое, как бы соответственное вот этому призванию, вот этой оси. Вот что такое воспитание, да? И давайте подумаем, как мы можем разглядеть вот эту ось, вот как ее вообще почувствовать, нащупать, ведь глазами мы ее не разглядим, сколько бы не смотрели, да? И еще экзупери сказал, не увидишь самого главного глазами, а зорка одно лишь сердце. Получается, у сердца есть глаза? Описание об этом говорит? Где? Кто помнит? Есть конкретное место в Библии. Это Ефесянам 1, 18. И просветил очи сердца вашего, там Бог, да? Просветил очи сердца вашего, апостол Павел молится за верующих, чтобы он просветил очи сердца вашего, то есть глаза сердца. Например, в некоторых Библиях там так и написано, глаза сердца вашего, то есть у сердца есть глаза, представляете? Вот, чтобы вы познали, да, в чем состоит надежда призвания его, какое богатство славанного наследия его для святых и какое величие его могущества в нас, верующих по действию державной силы его. То есть, смотрите, вот, глаза без света совершенно бесполезны. Попытайтесь что-то разглядеть где-нибудь в пещере, куда вы спустились. Вы что-то там разглядите? Нет, потому что там нисколько нет света. И то же самое наши духовные глаза нашего сердца. Они могут функционировать только когда есть свет. И свет этот нам дает Бог. И вот что мы должны смотреть на эти, вот когда у нас уже есть свет, вот что мы должны разглядывать глазами нашего сердца. Мы должны смотреть на надежду нашего призвания, то есть к чему мы призваны, да? Мы должны смотреть на богатство своего наследия, которое ждет нас будущим. И мы должны, вот представьте, мы должны видеть, какое могущество его в нас. То есть как Бог могущественно в нас действует. Об этом даже честно говоря, говорить страшно. До того это звучит впечатляюще. И вот теперь скажите, пожалуйста, если вы в себе все это видите, вот этими духовными глазами, то ведь вы можете видеть это и в ребенке, правда? Вот скажите, у них все это есть, у детей? Надежда призвания, богатство наследия, могущество его силы, правда? Это все тоже есть в наших детях, какие бы они ни были маленькие. И мы можем это все разглядеть в своих детях. Вот когда мы это видим, дорогие мои, то мы на самом деле совсем по-другому относимся ко всему происходящему. Нас уже не так занимают вот эти мелочи и какие-то может быть поведение какое-то детское или безответственное. Мы видим в них самое главное. Вот эту ось этот образ и подобие Божье. И мы понимаем, что Бог, начавший вот это дело в них, Он продолжит его. Понимаете? Я к тому, чтобы вы успокоились немножко, что Господь, Он делает свое дело в них, слава Богу, а мы должны только вот с этим просвещенным нашим сердцем, понимаете, жить жизнью настоящей веры. Потому что когда мы читаем Библию ребенку, или какие-то молитвы сухие, такие однообразные, это не впечатляет детей. Их впечатляет только живая вера, которая проявляется в делах. Вот если у вас есть жизнь наполненная вот этими делами веры, вот это ребенка будет заставлять вам подражать. А если вы только на словах говорите, понимаете, о правильной вещи, а живете так и сяк, и еще врете при этом, пытаетесь что-то лицемерно как-то все это делать, все, это сразу отвращает от веры. Плюс к тому, вы поймите, что вы только закладываете основу, некий фундамент, а потом им предстоит свое собственное духовное путешествие. И куда оно их заведет, вы не знаете. Понимаете, самое главное позволить ребенку прожить его собственную жизнь, а не ту жизнь, которую вы для него запланировали. Да, вы хорошие родители, как-то наперед продумать, тут просчитать, тут соломку подстелить, и все будет хорошо. Но на самом деле самое лучшее это пустить корабль в его плавание собственное. И пусть он там и бурь его потреплют, и акулы его пощипают, и солнышко его посушит. Ну как бы вот это будет его собственная жизнь, понимаете? А вы только снаряжайте этот корабль на берегу, даете ему снасти. Господь чтобы наша проповедь детям, наши молитвы были эффективны, правильно? Но нет ничего эффективнее любви. Когда вы любите, вы прямо самого Бога в их жизнь впускаете, через вашу собственную любовь. И знаете, закончить я хотела бы одним таким замечательным примером. Когда мы были недавно в Израиле на семейной конференции, мы общались с еврейскими родителями. Еврейские родители, знаете, какие трепетные, вот такие любящие очень, они нам сказали, а мы вот с нашими детьми, ну вот как-то так к ним относимся очень бережно. Не кричим на них и ничего особенно не требуем. Мы говорим, почему? А потому что, говорит, что вот им будет 20 лет и они пойдут в армию и могут в любой момент погибнуть. И поэтому мы радуемся каждому дню, когда мы вместе. Вот какая великая мудрость, да, в этих словах есть, потому что погибнуть в любой момент могут не только еврейские дети, да, но и наши с вами, понимаете, и может что угодно случиться в таком нашем нестабильном мире. поэтому самая, наверное, великая вот эта мудрость это радоваться каждому дню, пока мы вместе. И давайте сейчас помолимся, чтобы Господь дал нам такую благодать, чтобы мы могли осуществлять это на практике. Аллилуйя! Господь, слава Тебе, Боже! Мы так Тебе благодарны, Господь, за наших детей, Боже! Мы так переживаем за них больше, чем за себя, Господь! Так, Господь, наше сердце за них валит, так оно разрывается иногда или от радости, или от боли. Но, Господь, я прошу Тебя, пусть это будет все в Твоей воле, Господь! Пусть мы будем теми, кто снарядит этот корабль, который поплывет в дальние моря по своим собственным маршрутам, по своим собственным неизведанным странам, Господь, чтобы в их парусах был всегда Твой ветер, Господь! Аллилуйя! Не ветер каких-то принуждений, не ветер каких-то долг, необходимостей, но ветер Твоей любви, Господь! Чтобы Он вел их туда, где Ты их ждешь, Господь! И чтобы Он вел их туда, к чему Ты их призвал, Господь! Именно их, не нас, Господь, но их, с их собственными жизнями. Господи, благослови, Боже, каждого ребенка, каждого родителя, который слушает сейчас и думает о своем ребенке и молится за него, Господь! Мы можем молиться за них, Боже, мы можем доверять их Тебе, вручать их Тебе, Господь, их юные жизни, Господь! И мы верим, что Ты защитишь, Ты покров, Ты мощная ограда, мощная защита, а мы можем иметь мир в своем сердце, а мы просто любя их уже делаем все, что нужно, Господь, для них. Аллилуйя! Да будет Тебе вся слава, да будет Тебе вся хвала, Господь! Благослови все дни, которые Ты дал нам вместе, Господь, мы и дети, Господь, благослови, и чтобы мы не опоздали нигде, Господь, чтобы мы успели сделать то, что мы хотим сделать для них, Господь, и чтобы Ты успел сделать это через нас, Господь! Аллилуйя! Да будет вся слава и хвала Тебе, Боже! Да будет Тебе вся честь, Господь, через нас, через наших детей, через то, что, Господь, мы веру сохраним, течение совершим и передадим это все в следующие поколения. Вся Тебе хвала, Господь наш! Аминь!